Они едут в Сочи и вовсе не для того, чтобы бороться за медали или болеть за сборную. С теми, кто отправится в Олимпийскую столицу, помогать организаторам и работать, встретилась наша съемочная группа. Говорят, язык до Киева доведет, однако их язык довел до Сочи. Все началось с заявки еще два года назад. Тогда мечта стать волонтером для студентов в культета иностранных языков казалась несбыточной. Мы зашли на официальный сайт игр, там оставили заявку волонтера, анкету сначала заполнили. После с нами уже связались, нам присылали тесты и дальнейшее обучение происходило. Это было немножко так странно читать пришедшее письмо на электронную почту, что вы прошли. Но сначала, конечно же, такие сомнения закрадываются, что действительно ли это правда, не спам или что-то еще. Мы проходили собеседование по скайпу, проходили тест на логику, на знание английского языка. Затем меня пригласили на обучение. Я проходила обучение в городе Казань на базе КАИ. Это обучение проходило три дня. И, соответственно, мы уже получили больше знаний, больше информации о всех этих играх. Вот так в несколько этапов и сотен тысяч желающих выбирали самых дружелюбных, коммуникабельных и, что важно, психологически устойчивых. В отличие от девочек я еду на паралимпийские игры. И функция моя – прибытие и отъезды в сочинском аэропорту. И я еду в Сочи для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, со спортсменами. Тем более это паралимпийские игры, это люди с большой волей, с большим желанием и силой посмотреть на них и научиться многому от них. В качестве волонтеров с ЧКПУ на Олимпиаду поедут в общей сложности пять человек. Дома, кроме родных и друзей, их будут ждать учебники, недописанные дипломы и сессии. Однако в УЗИ не против. Наоборот. Для того, чтобы наши ребята оказались в Сочи и на универсиаде, мы проводили большую информационную работу, конечно же, чтобы зарегистрировать ребят волонтерами, чтобы они достаточно могли овладеть какой-то информацией полезной о том, что предстоит им в этой работе и что их ждет именно в работе волонтеров. Расклеивали листовки, давали объявления, проводили семинары, лекции. Ребята, которые едут на Олимпийские и Паралимпийские игры, они должны присутствовать там достаточно долго, длительное время. И поэтому ВУЗ идет навстречу и помогает закрывать какие-то недочеты, пробелы с зачетами, экзаменами. Что ж, если для волонтеров наградой станут эмоции, языковая практика и новые друзья, то эти ребята будут получать еще и зарплату. 94 студента экономико-технологического колледжа поедут на Олимпийские игры работать. Мы будем работать поварами, поварами-раздачниками, кассирами. Наш колледж выпускает таких специалистов. Жесткий отбор был. Должны были быть хорошие характеристики, хорошие знания в своем деле. На вопрос о блюдах отмечают. Иностранным гостям предстоит попробовать настоящую экзотику. Пельмени, конечно же. То, чтобы показать русскую кухню, чтобы иностранцы знали, что это, как это. Изначально нас пригласили на деньги, на заработок, а потом мы осознали это чувство, то, что Олимпиада, то, что такое грандиозное мероприятие мировое, оно, конечно, очень сильные эмоции дает. В таком большом количестве студентов отправляют только это учебное заведение. Проводить ребят приехали представители правительства. Кстати, в этот раз традиции присесть на дорожку не ограничились. Дмитрий Ковалев, Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов и Сергей Рябщиков. Республика.